Меня зовут Гузлаев Денис, я родился в городе Баку, мне 22 года. Я был на работе 27 числа 2020 года. Мне позвонили, сказали, что мне пришла повестка с тем, что я отправляюсь на фронт. Я работал поваром и сразу же сказал родителям, что меня призвали. Я решился, я собрал вещи и сказал, что я вернусь. И 28 сентября я уже был в военкомате. Мы, можно сказать, провели там целый день. Мы выехали ночью и нас отправили в часть. Сначала, ну, когда нас собирали, не все все понимали. Ну, где-то внутри, да, мы осознавали то, что мы идем на войну. Конечно же, у каждого бывает страх. Но, пока мы ехали, мы доехали. Мы где-то еще были 3 дня в Физулях просто. Всех командиров, командир батальона, командир роты. Мы все говорили, когда же мы поедем, когда нас отвезут. Командиры отвечали, да вы до такой степени хотите переписать историю. Ну, что все отвечали, да. Мы потом доехали до Джабраила. Мы были в их части. Мы остались там один день. Не в самой части, мы остались позади нее немного. Потому что она была пустая, и по ней шли обстрелы с армянской стороны. Они начинали, так скажем, бомбить же свою часть. Они делали это, они делали это с домами. Они прямо по ним и стреляли. Потом, 9-го числа, нас отправили еще дальше. Мы доехали, и дальше мы уже продвигались пешком. Взяли все свое оружие, все свои вещи, и с товарищами начали подниматься вверх в горы. Там тоже был небольшой привал, 2-3 километра. Мы только продвигались в ряд. Уже как у нас был мой боевой товарищ, стал ему помогать доносить это все туда. Я и свою комплектацию, и его, он был снайпером. Когда уже почти дошли, по нам начали проводить обстрелы с километом. Тогда уже все поняли, что это не шутка. Это все уже реально, это все уже происходит. Быстро все поднимались наверх, начали строить сектор. Из мешков, с песком, чтобы хотя бы не было как-то заметно. После этого мы дальше начали продвигаться. Мы шли за спецназом, и спецназ продвигался вперед. Мы шли за ними, зачищали позиции, держали свою оборону. Они прятались в кустах, они прятались под трупами. Видел, конечно, просто не с близкого расстояния живых. Где стороны киношли кянты. В тех сторонах я их видел. Трупов было много. Они не забирали свои трупы. Я сам видел трупы армян в позициях, окопах. Они закрывали себя цепами, чтобы не убегать, держать свои позиции. Мы уже были, не доходя до Хадруда, киношли кянт. Это было 18 октября. Мы держали позиции. Сверху начали спускать погибшего солдата, шахида. Мы с ребятами подключились к ним, чтобы спустить его вниз. Мы старались всегда помогать раненым, погибшим, меня оставляли. И я в том числе подключился к ним, чтобы спустить его вниз. Нас было 7 раз. Прилетел вражеский снаряд-минометр. Тем самым ранив осколком меня в спину. Ребята сразу же осмотрели меня и пошли звать на помощь. Один мой боевой товарищ остался со мной. Но все же по нам продолжали идти обстрелы. Я сказал, что давай продвинемся к нему вперед. Так невозможно сидеть на одном месте. Мы начали немного вперед продвигаться. Конечно же, я уже раненый. У меня шла кровь и терял силы. Я уже остановился, прислонился к дереву. Товарищ пошел проверять, идут они или нет. Не прошло и минуты. Прилетел второй вражеский снаряд. Тем самым ранен к ним в лицо. Я на секунду отключился. Меня отбросило в сторону. Я, конечно же, сильно не потерял сознание. Я все это ощущал. Я осмотрел себя, ощупывал лицо. Понял, что челюсть сломана, носа нет. Я ощупал себя руками. Почувствовал свои кости. Зубов нет. Здесь открыто. Вся кровь течет. Потом все-таки пришли ребята. Нашли меня. Перебинтовали. Начали спускать вниз. Конечно же, да, машину. Они меня спустить не смогли. Нам пришло целые сутки там так пробыть. Они проводили также обстрелы. Машина не могла никак приехать. На следующий день все-таки машина приехала. Им удалось меня спустить. Меня сразу же отправили в больницу. Я был все это время в сознании. Потом, последнее, что я помню, мне сделали укол. Врачи, которые меня оперировали, первую операцию сделали мне. Я как-то подавал признаки жизни. Они меня сразу же отправили на операцию. Когда делали операцию, я впал к кому. Десять дней я был в коме. После операции же врачи сразу меня отправили в Баку. Я уже очнулся здесь. Операция, по моим словам, была очень тяжелой. В итоге до сегодняшнего дня я пережил 6 операций. В ожидании у меня находятся еще 2 операции. По словам врачей, не совсем 100%, но на процентах 65-70 есть восстановление. У меня еще также проблемы с правым глазом. У меня трещина в молекуляре. Тоже по этим делам я обращался к врачам. Сказали, что операции не будет. Может ухудшиться. Поэтому они не рискуют. Эти операции все оплачивало государство. Все. Яшат Фонд, наш президент Вигам Алиев, также первый вице-президент Мехребан Алиева, также они до сегодняшнего дня поддерживают всеми шахидов, ветеранов. Яшат Фонд, я тоже сам обращался к ним за помощью. Они не отказывают, они помогают. Благодаря ним сейчас ребята отправляют в Турцию на операции, на лечение. Им тоже отдельное спасибо. Война – это все шрамы на моем лице, то, что я получил. Война – это нелегко. Война – это страшно. Но без войны тоже невозможно. Они 30 лет забрали наши земли, территорию нашего дома. Уже было вынуждено, чтобы все же мы взяли такой силы. По жизни вообще, если я что-то делаю, я об этом никогда не жалею. И то, что я пошел, для моей семьи – это отдельная гордость. Особенно то, что я вернулся живым, здоровым. Это то, что ранение, это все на данный момент, это все лечится. Это все можно восстановить. Из-за этого я даже не переживаю. Все же для меня это большая гордость. Это моя земля, это мой родной дом. Нельзя его оставлять так. У нас есть примеры мужества. Вот самый Юрий Ковалев, национальный герой Азербайджана, который отправился на фронт, погиб за свои земли. Мы гордимся ним. 4 числа было открытие 229-й школы Пюста Юрия Ковалева. Я также был приглашен. Еще некоторые ребята 2-й Карабахской войны были приглашены. В моей жизни можно сказать, что изменилось практически все. Я стал намного мужественнее, намного умнее, намного смелее. Я очень сильно поменялся. Я раньше был совсем другим, обычным. Сейчас ко всем вещам я очень подхожу серьезно. Также, да, есть последствия после ранения. Есть небольшая контузия. Бывают, точнее, провалы в памяти. Но все же я прохожу еще лечение, лекарства, все дела. Я приобрел очень много друзей, очень хороших ребят, боевых товарищей. Мы с ними сражались, причем к лечу. Да, я потерял своих боевых товарищей, с кем раньше служил в армии, своего командира. В войне невозможно без потерь. Они все равно будут. Форма для меня – это все. Жизнь, которую мы там прожили, войну. В ней я получил ранение. Правда, это не та форма. Эту форму мне подарили. И я стараюсь ее беречь, носить. Некоторые говорят, что нельзя выходить в этой форме, куда-то либо выйти. Я же иначе отвечаю, что нет. В этой форме мы воевали за свои земли. Мы, ребята, были не ранены. Некоторые отдали свою жизнь в этой форме, защищая свои же земли, свой дом. Нам нужно ее одевать. Мы должны показывать этим. На данный момент я уже планировал в ноябре выйти на работу. Обратно меня уже зовут. Все ждут меня. Вернуться на кухню. Я что-нибудь отвечаю? Я тоже очень хочу, конечно же, вернуться. Но на данный момент по здоровью у меня не получается. Я не могу сильно напрягаться. У меня начинает болеть челюсть. Я был в ожидании в конце октября операции, но, по словам врачей, они ее перенесли на следующий год. Так как я за этот целый год, я перенес 6 операций. А это нагрузка на тело. Это все-таки наркоз. Ему надо дать перерыв. Может быть, уже с следующего года я выйду на работу. Хочу уже тоже. Правда, пока занимаюсь еще так же. Хожу на осмотры к врачам. Они меня контролируют. Пока все идет как надо. Также занимаюсь своими документацией. Получил вторую группу инвалидности. Сейчас занимаюсь документацией пенсии. Ставить на очередь квартиры. Дай бог, все будет. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк. И если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь. Что думаете вы? Пишите в комментариях. До новых встреч.